Здравствуйте, дорогие любители ММА. Сегодня у нас UFC Fight Night, который пройдет 20 января в Абу-Даби на Бойцовском острове. Итак, у нас сегодня Умар Нурмагомедов против Сергея Морозова. Умар Нурмагомедов 12-0, профессиональный рекорд, 25 лет, 172 см рост. В UFC он еще не дебютировал, но даже в ПФЛ уже поучаствовал. В GFC был чемпионом, да, или не был. Ну, как бы, Fight Night Global выступал. Ну, нет у него поражений. Соперники, правда, с разными рекордами попадались. С рекордами 16-8, 13-1, 5-0, 12-4, 16-7, 13-6, 6-0. Ну, и вот теперь встретиться с Сергеем Морозовым. 16-3, профессиональный рекорд, 31 год, 168 см рост. В M1 Challenge он выступал. И какая лига лучше? Ну, M1 Challenge, наверное, на тот момент все-таки была лучше, чем GFC, во-первых. Но в Fight Night Global тоже выступал. И на тот момент не знаю, что был лучше, M1 Challenge или Fight Night Global. Но по позиции, если смотреть, то, конечно, с Мавсаром Явлоевым, например, успел подраться Сергей Морозов. Павел Витрук, Рафаэль Диаз, Юджин Ли. Ну и все. Александр Осетров, Джош Реттингхаус. Вот он у него взял реванш. Когда-то он ему проиграл нокаутом в первом раунде в 16-м году. То есть очень опытный боец Сергей Морозов. И я думаю, что не все так просто. Просто я случайно зацепил коэффициент. И, по-моему, там 1.15 на Умара Нурмагомедова. С чего они взяли, что он такой жесткий фаворит? То, что в борьбе у него преимущество, да? Скорее всего, ведь один нокаутер, типа лютый, а другой умеет бороться. Вот в чем разница. Правда, выступал-то в бантом вейте. А это будет тоже бантом вейт. Вернемся к Кумару Нурмагомедову. Может, увидим какие-то другие веса? Нет. 61,2. Да это их родной вес. В принципе. Ладно. Сейчас точно скажу, сколько на Сергея Морозова. 1.15 против 5.8. Вы представляете, 5.8 на Сергея Морозова. Ну, я уже как бы немножко зарядил. На этом все. Посмотрим, как сложится бой. Пока.